приветствую всех дорогие зрители и подписчики моего канала с вами Владимир и мы продолжаем проходить The Bannels Saga 2 так и отправляемся в путешествие в принципе ничего не делать уже Позвучавшие приказы заставляют несколько кораблей направиться к берегу вам приходится дать приказ остановиться и другим кораблям к моменту вашей высадки на берегу собирается толпа В окружении прочих стоит однорукий мужчина в богатом наряде он ухмыляется когда вы подходите ближе не полностью у него руки нет только кисти вот и он наш самопровозглашенный вождь это ты всех задерживаешь я не отвечаю на вопросы за холостных подонков даже прибывших пробившихся из грязи в князи Руга тебя звать да тогда больше спрашивать не буду иди на корабль ты ведь не знаешь с кем говоришь ведь так ведь Руга помнишь когда мы прибыли в Бойерсгар мы с Больверком ушли поговорить с наместником и что это и есть наместник Руга Удин принц Арберанга вступивший в ваш караван на Улы Эйнар Тофта выходит вперед скорее бывший наместник того что было Бойерсгаром осторожнее принц реки опасны особенно когда папочки нет рядом люди вокруг ахают слышал эту угрозу телохранителя Удина обычный тихий тихий вару Берси грозно рачит на принц жестом останавливать его мы с мастером обсуждали стяг Руга он славно дополнит стяг Борезгара не бывать этому козлину забудь свои лесные законы Руга теперь ты среди людей веди себя как мужчина ты себя ведешь как взорвавшийся нахал стяг Рука должен быть сшит со стягом Арберана если уж на то пошло королевство пока не твое так ли не так ли я всего лишь пытаюсь обучить нашего ранимого принца достоинства и лидерским навыкам началось называется вот только Рук сражался с Ревуном пока вы прятались в своем великом чердоге наместник я не прятался управлял осажденным городом мастер а участие в бою вовсе не признак успешного лидера но это Рук но это Рук провел нас через ледяные пустоши выкрикивает кто-то из толпы и спас нас в Эйнар Тофте повторит ему женский голос другие тоже начинают скандировать ваше имя перечислять ваши подвиги на том и порешим больше никаких задержек Рук поведет нас к Арберану но будет советоваться со мной по важным вопросам хм 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 знаете что ребята мне ни к чему титул и начальники принц Вудин смотрит так будто вы отвесили ему по щечину Рука хохочет вашему проводнику предстоит еще многому научиться по дороге телохранитель в шлеме стоящий за спиной за спиной Руги что-то шепчет ему на ухо может вот этот телохранитель или этот Рука кивает и оба молча возвращаются к кораблю все назад в лодке морали снижено плохо в принципе сейчас еще нормальная дальнейший путь кораблям преграждают коряги можно пристать к берегу и пойти пешком но есть риск что у лесу вас поджидает опасности даже не знаю вот эти два варианта или потащить волоком волоком это долго народу конечно хватает но может потонуть корабли могут мммм короче гребите сильнее мы прорвемся корабли сваливают на плечи и тащат волоком в обход затора а это как типа заросшим кустам кустами берегу тяжело и долго но к счастью никто не пострадал как только корабли снова оказываются на воде на берегу появляется глеба напоминая о постоянной угрозе а воровые люди с топорами отрываются от работы и присоединяются к битве некоторые погибают потому что затупившиеся топоры плохо пробивают броню но в конце концов глеба отступает путь свободен а беженцы как-то я не понял вот этого момента я против выборов чтобы гребли си может чтобы они пробились ну ладно мы могли бы спокойно спуститься вниз по реке до самой столицы вы смотрите на ивера удивляясь его оптимизм а я мог бы отрастить крылья и полететь крылья заменят руку эй только мне можно шутить про мою руку тебе нет полагаю это справедливо что тебя беспокоить теперь думаю нам нужно использовать того тренера из палатки что все тут что все тут таскаем за собой да бойцы уже сражались по твоим началам научиться никогда не поздно давай пришвартуемся и проверим навыки ну хорошо так это тренировочная палатка так навыки ну давай посмотрим что там можно ну подходи поближе дай-ка же тебя рассмотреть говорит тренер свэм после быстрого осмотра он продолжает да похоже тебе под силу заучить пару новых хитростей у меня есть для тебя несколько испытаний если ты сможешь завершить их до прибытия марберанг ну я всем всем расскажу что впечатлен ха смеясь со своим брыжесной пока начнем со снов вы обдумываете услышанное ну как принимаешь вызов начнем свэм рявкает ну держись сейчас бой бой так район тяжелым ударом сразу троих врагов бить врага по бою сдать стены щитов сдать стены щитов так так готово нормально мораль ясно ясно так так давай туда создаем пока дойти мы не сможем стены щитов конец хода пока так сбиваем по максимуму лови 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 под а лови не а а а а а а а а а Так, почему не показывается, как вот эти, ага, вот, все вижу. Так, щас, щас, щас. Что за хищная птица. Что за хищная птица. Что за хищная птица. Начинаю сбивать ему. Да, да. Так, подойдем щас сюда, до сечения давай. Так, личница. Давай на четверочку его. Как раз. Тут уже не получится. Ранить тяжелым ударом сразу троих врагов. Так. Пробой не получился тяжелый удар. Ну да. Так, можно поговорить. Вы смотрите за тем, как Эйнвит Мастер, ученик Юно, которого нашли еще едва живым у горного рога, чинить броню. Чертя посохом по воздуху замысловатые узоры. Не плохой церковый, не так ли? Ну и самый плохой. Я видал. Я видал и зрелищные, вроде того, во время боя с Ривуном, у боя Ржара. И много стало было толку. Эйнвит некоторое время углядывается в ваше лицо. Не знакома твоя боль. Помнишь, как мы уходили из островного города? Я знал, стоит подождать еще денек и появится Юно. Ты ведь ошибался. Как и ты сейчас, ты спас сотни жизней. Все эти люди благодарны тебе за руководство. Спас ценой жизни своей дочери. Я бы отдал все, чтобы ее вернуть. Эйнвит мрачнеет. Ты не знаешь, как опасны подобные мысли. Возможно, ты прав. В этом да. Самоуверенность в вашем голосе противоречит его скромному виду. Его глаза встречаются с вашими, наполняя вас чувством долга. Никто не знает, что будет дальше. Эти люди единственные, кого мы сейчас точно сможем спасти. Все просто. Эйнвит поднимает установленную броню и для проверки стучит по ней посохом. Рад, что мы смогли поговорить. Но мне нужно проверить, как там владелец этого доспеха. Так. Еще кто-то подсвечивался. Я с ним не поговорил. Фиг с ним. Давайте я еще на тренировку загляну. Не на записи попробую еще. Может выполнить то задание. Там уже продолжим. Так. В принципе, я выполнил задание. На тренировке. Видите, получил 12 славы. Нормально. Так. Герои. Напомню. В прошлый раз докачать герои можно было только до 5 уровня. Сейчас же немного больше уже можно покачать. Так. Хорошо. Повышение. 13 славы. Вопр второго умения. Призыв к оружию. Строить побоище призываю. Да. Во время побоище гарантированное чередование ходов отключается. Убийство врага дает героям второй ход подряд. Так же этим могут воспользоваться враги. Только вот это, да? Да. Достаточно нужный максимальный навык, да? Убийство. 5% избежать урона силы. Удачный выстрел. Ну, в принципе, ТТ-5 упасть по мне не очень хороша. Вот тут можно прибавить. Прибавим. И прибавим. Сюда. Упроенький немножко. Хотя раскол брони тоже неплохо. Вот так вот. Все. Руку уже шестого уровня. Так. Можем уходить. Жаль, мне показывают, как мораль там. О, еда. Как мораль повышается. Вы разглядываете свежие припасы, разложенные по полоскам. Откуда это, спрашиваете вы, Адлейф? Люди пытаются помочь всем, чем только могут, отвечает она. В мере возможности они будут собирать орехи и ягоды, ловить рыбу и охотиться. Она протягивает лапу какой-то фрукт. Сражаться они не умеют, зато благодаря им мы не будем голодать. Ну, тринадцать дней, да, уже. Было на десять. На берегу толпа людей и один варл прямо как в вашем караване. Выглядят они изможденными и отчаявшимися. Не масштурками, вызывая помощь, но можно ли им доверять? Ну, ладно. Варл, по идее, не должен быть. С улочью. Остановимся и спросим, что им нужно. Самое нужное, говорит Варл, еда, безопасность. Коровые пути пустые. Из двух десятков людей, примерно половина ям на воины. Ну, ладно. Возьмем. Не будем с улочами, но, в принципе, прошу на борт. Вы будете сыты и в безопасности. Люди забираются на те води, которые посвободнее и жадно принимаются за еду. Клип, говорит вам Варл. Кажется, это его имя одновременно была датность. Движемся. Воины. Варлы. Детям трудно сидеть смирно на палубе. Не лазает по канатам, мешает гребцам. Постоянно свешивается запах. Чтобы тут рон задавали некоторых людей и варлов это емно разгражает. Не знаю, стоит ли пересаживать на отдельные корабли. Ну, пусть они держат детей при себе по прибытию в Арберанг. Мы на войне. Матери недовольны вашим решением, зато многие варлы улыбаются. Спокойно, нет. Детям будет безопаснее под присмотром родителей. Нефиг потом. Говорит, ой, мой бедненький ребенок. Он пропал, он утонул. Тому подобное начнет там найти. Смотреть нужно. Так, а где это мы сейчас? Ага, вот мы. Подплываем уже. И прыгаем в город. На одном из кораблей поднялся шум. Люди подбатрируют рыбака, который с трудом тащит наверх сеть. Улов поднимается на поверхности. Люди обеспокоенно ахают. И отсюда видно, что в сети что-то большое, покрытое то ли шерстью, то ли волосами. Хм. Я даже не знаю, блин. Короче, пустим стрелу улов. Ваша стрела попадает в цель еще готова. Как сеть показывается на водой, окружающие одобряют вашу находчивость. Чтобы не было в этой сети, теперь она уже не поборется. Говорят, рядом с вами. Медвежонок, кричит рыбак. И сдох давно. Что бы это значило? Суеверные шепотки быстрее ветра разносятся по кораблям. Люди пугают друг друга. Зараза и голодом. Вольверк стоит на нас у корабля и смотрит на медвежонка. Пристально еще мрачнее обычного. Мы свалу получили. Причем мораль снижена. Внимание, каравана привлекает столб демон от деревни. В воде начинают сбогреть ход. Сомневаюсь, что на наших утвовых суденышках найдется место еще для кого-нибудь, замечает Иго. Чувствует ли на себе пристальный взгляд на местника. Медленно качает головой. Возможно они стомнят нас припасами за помощь. Ивер скидывает бровь. Где пополнят припасы они, когда поймут, что торговые маршруты перекрыты выборами. Посмотрев на него, вы отдаёте кораблям приказ причалить. Когда корабли причаливают его с небольшим отрядом, бежите в направлении дыма. Странно, но не слышно шума сражения, нет и криков, и прочей суете, обычно при пожаре. Не останавливайтесь, зачит бульверк. Давайте отыщем, обыщем трупы. Это против всех обычаев варлов, но бульверк вообще часто их нарушает. Ну, давай идём в деревню, чтобы разобраться. Горит только сарай, и вокруг никого. Странно, говорит Олег, может этого ушка? Я тоже так думаю. Возвращаемся на корабли. Мы вернулись как раз вовремя, чтобы увидеть, как положенные чужики сталкивают ваших людей в воду с корабля, с припасами отходят от берега. Их вожак советует вам из-за вытыканного стрелами щита. Вы помогаете вытащить людей из воды, размещаете их на ибестово приполненных кораблях. Наместник руга сверлит вас взглядом. А чё ты сверлишь? Надо было их замочить всех там. О, еда. Давай в лагерь. В лагерь немножко отдохнём. О, хочет поговорить Хакон. Два варва заняты разговором, но Ивер замечает вас и приветливо машет рукой. Итак, они во всеоружии, но от чего-то бегут. От чего? Хакон тут знаток иглы подался и пытается понять, что ими движет. Просто странно. Раньше мы никогда не видели, чтобы их женщины брались за оружие. Впрочем, это к лучшему. А то мы могли бы проиграть великие воины. Вы раздумываете над ответом. Кто-нибудь когда-нибудь говорил с глыбами? Варва переглядывается. Ходят слухи, что кое-кто попытался, но был убит. Чушь. Скальзы твердят, что голос глыб буквально срывает кожу. То есть, никто даже не пытался вступить в переговоры. Это нормально. Мы были слишком заняты убийствами, чтобы успокоиться о беседах у Камина. Кроме того, они только и делают, что издают непонятные трели. Если кто и беседовал с ними, так это Валка. Но от них прямого ответа в жизни не добьешься. Так. Кюна говорит, что наступает тьма. Валка говорят одно, а имеет в виду совсем другое. Они говорят загадками и предсказаниями. Это вполне объясняет, почему везде так много глыб, будто кто-то разворошил муравейник. Возможно, это нечто напало сперва на них. Или они просто придумали новую тактику для новой войны. Если они научились раскалывать землю и вызывать огромного змея, тогда мы все уже мертвы. Просто еще этого не знаем. Ну и спросим, что тогда случилось. Было очень много погибших с обеих сторон. Представь, каково это, каждую ночь просыпаться и отбивать атаки Глэп. Когда солнце еще садилось, мы просыпались от шороха и видели кругом только светящиеся в темноте глаза. Возможно, Ингвар рассказывал тебе, что нам и так не удалось отбросить их в те места, что они называют домом. Ивер вообще мало говорил, говорит о прошлом. Вот как? Ивер молча встречает пристальный взгляд Хакона. У него в запасе столько историй, сколько тебе не услышать за всю свою короткую жизнь. Что ж, не буду мешать вам обсуждать судьбу мира. Тебе следует знать, люди шепчутся, что мы убиваем женщин и детей, пусть даже это глыба. Не всех это устраивает. Наверное, так и должно быть. Либо моих, либо они нас. Как видишь, мы еще держимся. Меня больше беспокоит твое решение разрушить мост под Эйнар Тофти. Забудь Хакон. Это был лучший выход из той ситуации. Разрушить мост, строительство которого стоило жизни тысячам воров? Если бы не эти чертовы рога, Ингвар, клянусь, я бы принял тебя за человека перероста. Оба ворова начинают цепать оскорблениями. И вы отходите, давая им выговориться. Так, и отдохнем. Ранд по вышему. Отправимся в путь. Пушка у орешника. Неплохое местечко, чтобы размять ноги и собрать припасы в дети. В силу и вудьбой сбегают с кораблей, начинают носиться вокруг пиная. Набитый тряпьем кожаный мяч. На краю поляна стоит варва и пристально оглядывается в чащу леса. Он наблюдает за одиноким глобой солдатом, который слеживает белку. Может их в лесу сотни. Шепот варва оказался достаточно громким, чтобы вспомнить вебу. Тот скидывает голову, замечает у вас варва и начинает медленно пятиться. Убить его, пока он не предупредил других веб. Стрела глубоко входит между пластин каменной брони и глыба издает странную дрель, будто вскрикивает. Потом бежит, уворачивается от второй стрелы и скрывается среди деревьев. Варва даже не пытается, пытавшись преследовать глыбу, говорит, нам лучше прекратить собирать орехи и уходить отсюда. Кажется он раздосадован. Все вглядываются в берег, но никаких признаков глыб не наблюдается. Некоторые ворчат, что глупо спасаться в небесном от одной глыбы. Но большинство хранят мулчание и настраженность. Резной камень на пустынном острове идола селей выглядит почти одиноким. Так вот, мы уже здесь. Ну да, красивая такая статуя. так. Люди карто любуются идолом, смотрите наверно, что кто-то кого-то не хватает нет бульверка его ворона говорит о лево им кажется не понравилось мое пение он пожимает плечами что ж пусть себе топчется свои повозки если хотят подойдите подойдите же я поведаю вам о селе и богине стремительных вод она это изгибы рек поводырь для путешествующих по незнакомым землям скальп правые пальцем порезным узором на камни эти надписи нанесли тех кто заблудился нашел с ее помощью дорогу домой поищем в окрестнице камня что-нибудь ценное довольно долго вы рассматриваете безделушки оставленные внутренними посетителями вы не находитесь среди них ничего ценного когда вы возвращаетесь в лагерь а лево отводит вас из дома у каждого из нас есть сильные стороны моя рассказывать истории которые очень помогают дать ему спокойное время баритон и в тоне нету горечи это просто просьба стоило бы их послушать ну не не послушали так 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 уже переобучить тренер смотрит настоящих за вашей спиной парней и девушек желающих стать воинами будешь обучить молодняк задумчиво тянет он они больше не будут охотиться да и за ягодками не пойдут знаешь ли твое последнее слово нам нужна защита свен протяжно выдыхает шлепая губами тогда начнем сколько воинов тебе нужно ну давай пятьдесят хотя бы отвечать а остальных оставить с родными где ими место он начинает отзывать некоторых добровольцев и оборачивается к вам припасов на день у нас хватит хватит конечно начинает считай сделано свен присвистывает через выбитый зуб так мораль хорошая мораль карвана повышает волю героев боя на единицу так а что тут у нас восемь славы да чтобы тебе повысить нужно семь пока я не знаю что с тобой делать пассивное умение и активное скальт побуждает товарища на эгоизм на один ход союзник получает плюс 1 урон за каждые 2 единицы превосходство выбранным врагом над силой самого союзника ясно посмотрим руку легкий шаг хорошо ну давай продолжим путешествие мораль хорошая воина пока хватит река неожиданно становится бурной течение усиливается гребцы изо всех сил стараются манигрировать но воде для этого не приспособлены корабли то и дело бьются от скалы корабли качает в лес воскреском ломаются камни но что удивительно ваш маленький флот страдает не так уж сильно после стремнины к вам подходят родители благодаря за то что напомнили им присматриваться за детьми ну да так бы какой то ребенок утонул о чем я и говорил воздух в нем что то изменилось неужели кто то к нам наверно это был наверно это был наверно это был отвесные скалы и огромные волны в южном бережье заставляют корма держаться ближе противоположного берега вебы издавая монотонное руление ускоряют свой бег по северному обережью не устарая от вас впереди ничего не видно из-за молодины укрытия шипение рухотных окна расставит водопад кричит остроглазая нить но со своего вида рептит уже разворачивает весла от толчка вы чуть не валитесь на бау ну да это уже не хорошо это уже не хорошо и все приближающие водопада не дается сосредоточиться на перегруженной спасенными но всего этого корабля оказывается жертвы неумолитной стихией и все же тут он игнорирует канические крики беженцев бойцов и воров на университет беженцев университет вставшиеся грибцы наваливаются на весла и хребют заполненным боевом на северное отдых разогнавшиеся суда вылетают на берег разбиваяся скалы несколько воинов от удара он выпасывает корабли а не тонт в грязи из-за тяжелых успехов еще десять воинов корабли слишком далеко друг от друга одновременно весы не получится а вы оглядываетесь к сторонам глуховоз еще несколько баррелов пришли к себе и могут пойти в атаку на ГЭП в подарок преволюдесть таскивает с корабля опечатанную полоску пора обнимать варианты действий так а ну-ка Адейв накрой их стрелами сделаю что смогу отвлекать Адейв хватая еще пару колчанов стрелами она пряпкается по скалам занимает идувную позицию и прячется с открытия начинает обстреливать так ясно ясно берем берем углов пойдет наверное последний наших бойцов самых проверенных и самых сильных у нас нет стрелка Адейв она отправили прикрывать нас берем воров 10 13 кром 11 14 делал прокачать гнов мох берем тебя так берем ровко и берем наверное чечная птица так спасибо про бой да ну давай возьмем тебя давай в бой я прикрою тебя не рассчитывай на чудеса так 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 хорошо мы можем вернемся от наших персонажей да ну давай два тут 3 процента фольк тут да ну вот здесь интересно не показывает не показывает давай а что он первого нашего тяжелого гарнированного товарища то 18 разбивать его троню отверт как я вижу 19 тоже разбивать его ладно кивер наверно придет тут пока что то вот тут к нам не могут зайти Субтитры делал DimaTorzok Сейчас еще раз посмотрим Так Теперь можно спокойно вот тут встать Вот так, на расстоянии Вот тут Вот так Низаторки руму О, ман Вот я считаю Девяточка, но... Можем убить одни луга. Следите за флангами. Что-то там. Лука солдат. И что такое? Что это было? Ползу. Через союзников. Ползун, пора это сделать. Чем попадаете на атаковать, то уже церковь им ползунал. Сейчас я... Так... Ползун... Ага, мы можем сюда пройти. Хорошо. Продвигаемся к максимуму. Продвижение. Продолжение следует... Продвижение следует... Продвигать там никого не надо. Ладно. Все. Конец хода. Ловушку поставим. Проходи на путь, атаковать харкона. Нет. Так. Давай надо ходить. Так, и до нас. Завязать. Но кранька у него слопает. Постелем на уровне сверху. Так, мрук. Как тебе атаковать? Так, и верно, он надо стрелить. Подойдем. За мадочки. Блин. Тут дотягиваем. Ладно. Только не смог. Еще больше поклятых ползунок. Блин. Сколько их тут? Так, я пока подвыкну, застану, личная птица, давай, это что-то такое? Убейте ОМД, остальные сбегут, ну-ну, это помеха, чтобы избежать ее, тщательно планируйте путь, выбирая одну ветку за другой, затем подтвердите маршрут. Так, куда мы решили идти? Ну, что это? Вот это такое? Жастный лейбор Страж. Осколок 3 и более урона в вебе вызывает минус броню у всех смежных веб. Если каменный парт получает урон, Стражи Бранка на один ход скат. Концентрируется на атаковавших. Блин, вот это минус один силы, плюс один броней, лейбор. Если я подойду, блин, талит подойдет. Не хотел бы, хотя у него всего лишь одна звездочка, но я мог снести их. Сколько тебе? Как раз одна твоя звездочка, да? И этот может зайти. Пока вот их, наверное. Так, и откуда? Сюда может зайти, но мы к нему не дойдем, аж никак. Это не так. Может быть, так же, да? Таком исходом. Их ставят в ловушки. И тут наверх, наверх, у нас здесь нет. Так-то не так. Так, мы сходим. Ага, это вот на ловушку попадет, чувак. Можем тут встать. Что у нас есть за умение? Почему у меня боли? Что у нас есть за умение? Я понял. Хорошо. Причина не боли, но мы пойдем вот так вот. Встанем. Кого мы можем там убить? Нет. 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 Можем уже убить одну тварь. Он уже убивает. Ох... Поехали! Нет. Нет. Надеюсь... Чувак Этот может подвинуть Но вот этот уже не подвинуть Не подвинуть сюда Можно указать цель Все атаковать Ставить броню Ставить броню Он сколен броню Ничего себе Нет Атаковать 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 А А А А А А А А Тристи хотя бы. Вот так вот. Здесь будет взрыв. Разбор. Так, тут мы подходим. Перекроем. Чуваку обзор. Разбиваем броню. Так. Двенадцать. Отлично. Еще один. Правильно. Отлично. Очередно. Очередно. Время ошибки. Ёпо! Очередно. Очередно. Прикорс. Отлично. Убили еще одного. Подойдем сейчас поближе. Ладно, тоже подойдем. Смотрим. Разбивать немножко. Понял. Тепла. Вокон. Конечно, троечку я потрачу. За подход. Да, на полную часть. Тут уже еще отойди. Подальше. Кто меня убил. Так, не вверх. Взбивай-ка ему силочку. Ну и... Мох. Звучит. Ставь. Потапуют. повышение 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 спасибо как он продирается к вам сквозь обезумевшую толпу ох и нелегкий у тебя был выбор там на реке если бы лодки были загружены любыми сильнее даже не знаю сколько их еще мы потеряли спасибо высадка была очень жесткой он смотрит вдаль скоро нет путь снова уже полную силу чего они хотят кажется им нужны наши припасы но дело ведь не только в этом до 5 они напали на нас в боя с гарри из-за этого подходит юно и эйнид выход есть рискованный конечно но это может быть нашим единственным шансом обои если волка говорит о единственном шансе все очень плохо даже хуже я я не могу обещать что выживусь выживут все юно бросает взгляд на эйнида говори прямо эйнид вздыхает думаю с помощью юно я смогу перенести нас через обрек но это будет непросто и для меня и для каравана я должна помочь эйнид успокоив людей они должны быть готовы выдвинуться по сигналу а тебе придется сдерживать любой ценой если они вы знаете что делать так ладно эта битва уже будет в следующей серии так что так уже я затянул что всем спасибо за просмотр всем пока